За сохранение тепла в доме отвечает автоматика, а счета за самую дорогую услугу отопления становится меньше. Для одних это обыденность, которую уже не замечают, для других мечта, которая стоит усилий и поэтому кажется недостижимой. О том, как энергоэффективный ремонт пришел во Владимирскую область и какова здесь роль жильцов, говорим сегодня с экспертом государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ, руководителем подрядной организации Ильей Ершовым. Илья, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я напомню, зрителям мы работаем в прямом эфире, нам можно позвонить, можно загадать желание, два Ильи, даже три. Номера на ваших экранах, ну все-таки давайте о серьезном, энергоэффективный ремонт, он каков? То есть вот что в доме делается, потому что, ну есть ощущение, что для того, чтобы сэкономить, надо просто все перекрыть, тогда действительно ресурсы тратиться не будут. Ну если мы все перекроем, тогда и результата не будет. Ну естественно, энергоэффективный капитальный ремонт, это само по себе подразумевает сохранение ресурсов. В данном случае тепловых ресурсов. Чтобы нам сохранить тепловые ресурсы, то есть нам необходимо произвести работу по повышению тепловой защиты здания. То есть повысить, значит, качество теплопроводности, но, соответственно, снизить потери. За счет утепления квартирных домов мы снижаем тепловые потери, а за счет того, что производится модернизация отопления, то есть мы, естественно, уже можем данную экономию превратить в финансовые показатели. Вот если говорить о рецептах каких-то унифицированных, ведь, наверное, дом дому рознь и даже два одинаковых, там, две одинаковые хрущевки, но одна из них будет каменная, а другая будет панельная, для них рецепт этого самого энергоэффективного ремонта будет разным? Ну, что касаемо тех работ, которые в первую очередь необходимо провести, то есть рецепт, по сути, одинаковый. То есть здесь ничего сложного нет, это первое утепление фасада, второе – установка погодозависимой автоматики. То есть два этих мероприятия, они нам позволяют добиться уже максимального эффекта, то есть, ну, на 90%, да, то есть чтобы мы действительно увидели экономию. Об этом небольшой сюжет телекомпании «Губерния-33». Эти дома в округе выглядели все как вот этот дом. Растопчина, дом 3, с виду абсолютно новая пятиэтажка, но по документам ей уже полвека. Жильцы прислушались к специалистам и собрали деньги на умный капремонт по федеральной программе. Где можно было поставить погодозависимую автоматику, где можно было сделать утепление фасадной части, где можно было сделать кровлю с утеплителем. И удалось, сделали документы, нашли поддержку у жителей. В подвале высотки тепловой узел оснастили электронным разумом. Установили клапан, который отвечает за регулировку подачи тепла. Температура в батареях теперь под строгим контролем компьютера. Он сам понимает, когда пора перенастроить режим. Такой ремонт называют энергоэффективным. Удовольствие не дешевое. Чтобы навести лоск в девятиэтажки на Безыменского, вложить пришлось 11 миллионов рублей. Зато теперь в квартирах комфортно, а в платежках весомая экономия. Вот в марте отопление 2308 рублей. И за апрель 1449 у меня 63 квадратных метра. После ремонта 80% от всех затрат уже вернулось на спецсчет дома. По условиям программы это не более 5 миллионов рублей. Еще плюсом готовится заявка на 200 миллионов. Это по 100 домам примерно. Компенсация вот этих расходов составляет фондом примерно 50% от затрат произведенных. То есть, конечно, остальную долю платят жители. То есть это дает возможность ускорить проведение капитального ремонта. Получить сейчас, как раз это касается больше, наверное, спецсчетников, у которых нет достаточных средств для того, чтобы выполнить капитальный ремонт на полную сумму. Сейчас смотрел на ваше лицо, или я признаюсь, пока шел сюжет, и чувствую, дом вам знаком. Вы ремонт. Оба. Оба дома, да, это дома, которые были выполнены по программе энергоэффективного капитального ремонта в 2020 году. То есть, с иголочки практически дома, и уже люди почувствовали эффект. Конечно. То есть, конечно, изначально очень было тяжело людей убедить в этом. Девять этажей. Попробуй всех просто собрать. И девять, и пять. Потому что на Безменского, на собрании, мне люди сказали, ну, мы здесь экономии вообще не добьемся. Дом топится со второго контура. То есть, уже теплоноситель идет ниже температуры, чем в доме, где происходит нагрев воды на нужды ГВС. Ну, горячей воды для бытовых нужд. И по факту и на том, и на другом доме там экономия недостаточная. То есть, от 15 до 23 рублей с квадратного метра. Ну, месяц от месяца, естественно, рознь. Потому что, где автоматика работает, чем ниже температура, естественно, она корректируется от температурной графики. Если тепловые сети вдруг недотапливают, то есть, уже идет, скажем, то потребление, которое необходимо. Даже в любом случае, если мы температурный график снижаем, то есть, у нас окотельная недотапливает. То есть, в определенную температуру, то есть, автоматика сработает на тот объем теплоносителя, который необходим для комфортного проживания людей в квартире. Вот хозяевам квартир, которые решили сделать свой дом энергоэффективным, как раз таким образом, им стало проще вот сейчас получить господдержку на эти цели? Или это надо 7 кругов, 9 кругов ада пройти, чтобы вот добиться, что именно твой дом счастливчик, который получит деньги? Опять же, здесь все зависит от жителей. Во-первых, я сейчас работаю с теми домами, с которыми мы работали ранее. То есть, где-то мы уже утепляли торцевые стены, то есть, уже и люди расплатились. Это, условно, 18-й год. То есть, сегодня 21-й год, то есть, мы в течение трех лет даже те работы, которые мы могли выполнить тогда, то есть, их выполнили. И сейчас мы проводим, опять же, собрание, то есть, чтобы люди утеплили весь дом, то есть, модернизировали узел отопления, и все, у нас дом в программе. То есть, вы возвращаетесь в те дома, где люди-то могут сказать, ага, а я тебя знаю, ты нам что-то делал. Во-первых, сейчас очень тяжело заслужить доверие, потому что для многих жителей, кажется, ага, человек пришел для того, чтобы здесь заработать. А когда людям начинаешь объяснять, что у вас на счету, допустим, Безменского, там, у них было 3 миллиона, а работы были сделаны 11 миллионов. Естественно, там, часть средств мне пришлось собственных включать, то есть, чтобы выполнить весь объем, потому что госкорпорации, там, одно из условий, что дом должен быть уже в законченном виде отремонтирован, то есть, работы должны быть сданы, и после этого уже идет субсидия. — По-моему, это очень непросто, да? Кредитнуться или за счет других объектов найти большое количество денег, потому что, я понимаю, может быть, у кого-то текут слюни на эти спецсчета, но этого ведь недостаточно для полноценных работ. — Да, конечно, нет. То есть, опять же, сейчас есть дома, на которых 200 тысяч, там, работы на 6 миллионов, ну, я, к примеру, говорю, и люди хотят участвовать, ну, естественно, приходится жителям поднимать тариф, опять же, это тариф, часть компенсируется, ну, повышенный тариф, я имею в виду, часть компенсируется за счет той экономии, которую мы можем спрогнозировать. — Да, на сегодняшний момент, ну, минимальная, да, то есть, на тех домах, которые мы уже провели работу, это 15 рублей с квадратного метра. То есть, естественно, мы можем людям это гарантировать, вот, то есть, в том микрорайоне, где они находятся, потому что в среднем дома у них одинаковые платежи с квадратного метра, ну, а там, где микрорайоны, то есть, или там районы, где мы еще не работали, то есть, мы можем сказать тот опыт, который мы добились, там, на других домах. — Вот эту экономию, ее нужно подтверждать фактом, вот, когда, когда защищаешь проект, где-то там, наверху, да, в госкорпорации, или там, как раз, достаточно теоретических расчетов, что вот эти, там, 15 рублей будут сэкономлены? — Вот, изначально, когда в 17-м году данное постановление, как бы, стало функционировать, то есть, там и было, ну, одним из основных условий, что экономию мы должны подтвердить. Вот, на сегодняшний момент есть программа, перед тем, как дом идет, значит, на голосование, на включение, то есть, нужно провести расчеты. То есть, мы эти расчеты проводим, то есть, видим прогноз тех, скажем, показателей, к которым мы должны прийти, вот, и, опять же, эти показатели, они зачастую, ну, чуть занижены. То есть, не так, чтобы раздули, да, ага, вот, там, 20 рублей с квадратного метра. Нет, то есть, там есть, к примеру, 12 рублей, они показывают, да, программы с квадратного метра, а выходит, там, 15-18, ну, естественно, это для жителей плюс большой. Вот, в сюжете как раз было отмечено, что такое, например, входить в эту программу энергоэффективного ремонта выгодно, и, главное, удобно жителям, у которых спецсчет. То есть, фактически, вот, люди понимают, сколько там в этой своей кубышке накопилось, и если совет дома активен, если старший по дому активен, в принципе, они могут, там, руководитель СЖ, могут этими деньгами распоряжаться. А может ли получить финансовую поддержку на энергоэффективный капремонт дом, который формирует взносы в общем котле, то есть, в фонде капремонта? Значит, до конца прошлого года это было невозможно, но с января 2021 года внесли поправки, которые позволяют и дома, которые в котле, так назовем, да, они уже у нас имеют возможность поучаствовать в данных видах работ, то есть, с возмещением средств госкорпорации. На сегодняшний момент 16 домов в округе Муром мы сейчас включаем, то есть, на этих домах были проведены капитальные ремонты и фасадов, и крыш, и где внутренние инженерные сети, ну, уже были заменены. То есть, ну, на них нет модернизированного теплового узла. То есть, как раз закладывает фонд капитального ремонта те работы, которые позволяют войти в программу, то есть, чтобы также эти дома получили возмещение. Но, конечно, все те дома, которые сейчас включаются, они, естественно, нет возможности утеплить фасады, это очень дорогостоящий вид работы, но хотя бы доработать систему отопления, сделать комфортные условия для людей, ну, непосредственно даже при том, что ресурсонабжающие организации в зимний период могут недотапливать. Вот, и основное, да, то есть, это возврат части затрат, вот, на проведенный даже ранее капитальный ремонт. Даже если это год, два, три? Но в течение трех лет. В течение трех лет, да. Позволяет ли использование новых технологий, с которыми, я думаю, вы знакомы как подрядчик, оптимизировать сумму ежемесячного платежа за услуги ЖКХ? Да, то есть, вот это все действительно работает в каждом доме, где прошел энергоэффективный капремонт. Но, опять же, если, ну, здесь нужно понимать, если ресурсонабжающая организация, да, то есть, по заявленному графику оказывают услуги, не везде это соблюдается. Вот, то экономия в любом случае, она будет. Потому что, когда мы повышаем тепловую защиту здания, то есть, мы уже создаем тот ресурс, который нам позволяет сэкономить тепловую энергию. Опять же, если у нас идут недотопы в домах, погодозависимая автоматика, насосное оборудование, клапана, они позволяют, ну, минимально, да, то есть, это выровнять циркуляцию в доме. То есть, снизить разницу температур между подачей и обраткой, потому что даже в моей практике после капитального ремонта, там, ряда домов, были проблемы. То есть, люди жаловали, что у нас холодно. Начинаем разбираться с архивами, да, мы видим, что идут недотопы, то есть, несоответствие и по объему теплоносителей, и, соответственно, по его температуре. Вот. Насосное оборудование, когда устанавливается, оно хотя бы снижает разницу за счет того, что идет ускорение циркуляции, да, внутри дома, то есть, за, там, например, один час теплоносителей проходит, там, ну, не один, да, раз, то есть, а там, два-три раза, соответственно, чем в определенный момент, ну, в один момент времени идет меньше съем. Тем меньше разница. То есть, по факту мы видим, что на обратке, если у нас на подаче, к примеру, 60 градусов, да, на обратке 54-55, а дельта, которая у нас на сегодняшний момент есть, разница температуры, она может достигать 15 градусов. То есть, у нас в одной комнате могут быть батареи 60 градусов, в другой 45, соответственно. То есть, и люди ощущают дискомфорт. У нас есть звонок на линии. Добрый вечер. Слушаем вас. Как вас зовут? Алло. Да, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Елена Анатольевна. У меня такой вопрос. Можем ли мы попасть в программу капитального ремонта? Мы проживаем улица Алябьева, дом 21, квартира 2. Утащите, пожалуйста, денежки. Большая проблема в том, что ввод холодной воды проходит через нашу квартиру. Мы живем на первом этаже. И у нас под полом всегда стоит вода. В прошлом году я обращалась в нашу компанию. Мне ничего не ответили, сказали, что мы ничего сделать не можем. Из-за этого у нас постоянно сырость, постоянно грибок, постоянно лазают сыроконожки большие, как их там назвать еще. Как нам быть? Что вы посоветуете? Спасибо большое, Елена Анатольевна. Любопытный вопрос и любопытная история квартиры. Во-первых, информации очень мало в каком плане. Дом, именно попасть в программу капитального ремонта или попасть в программу энергоэффективного? Я думаю, что речь все-таки об энергоэффективном. Опять же, есть ряд условий, которые позволяют нам включить дом в программу. Дом у нас должен быть не моложе пяти лет и не старше, по-моему, пятидесяти пяти. На сегодняшний момент там немножко раздвинули рамки с учетом поправок. Значит, площадь дома должна быть не менее пятиста квадратных метров. Опять же, необходимо собрать данные по потреблению ресурсов. То есть, естественно, это обследование, то есть, заполнение вот этой программы помощника КР. То есть, мы видим, ага, дом у нас подходит или он не подходит. Этой работой кто занимается? Управляющая компания? Эти работы мы выполняем, да. И по факту, когда мы уже видим то, что дом у нас подходит, мы предлагаем жителям ряд энергоэффективных мероприятий. То есть, туда может входить не только утепление фасады, установка погодозависимого оборудования. Также это замена внутридомовых инженерных сетей, потом капитальный ремонт крыши. То есть, ну, обязательно, опять же, крышу мы когда ремонтируем, то есть, у нас в составе работ должен быть утеплитель. То есть, мы должны там чердачные перекрытия утеплить. И по факту уже данные работы, они начинают, ну, подходят к возмещению. А вот проблема конкретно этой квартиры удивляет вас? Можно ли ее решить инженерным путем или достаточно именно? — Понимаете как? Вот пока мы не выйдем на дом и не спустимся в подвал, не увидим, а в чем проблема? У меня есть один дом, у них постоянно в подвале сыра, у них там река течет. То есть, это прямо на самом деле, это грунтовые воды, то есть, они там постоянно там даже дом поставили на своих, потому что уже по-другому нельзя было там решить вопрос. — Спасибо за ответ. Я напомню, что номера нашей студии на ваших экранах нам можно позвонить и задавать вопросы. Ну, а сейчас посмотрим статистику по энергоэффективным или как их еще называют и журналисты, и специалисты умным домам во Владимирской области. В этом году в нашем регионе будет проведен энергоэффективный капитальный ремонт 18 многоквартирных домов во Владимире, Кольчугине и Муроме. На эти цели область получит 45 миллионов рублей. Это почти половина суммы от стоимости необходимых работ. В 2019-2020 годах в регионе выполнен умный капремонт 8 многоквартирных домов, 5 во Владимире и 3 в Кольчугине. Финансовая поддержка от госкорпорации Фонда содействия и реформирования ЖКХ составила 25 миллионов рублей. В планах ремонт 79 домов. Финансирование составит 153 миллиона. С одной стороны, для кого-то большое счастье экономия, большие деньги. С другой стороны, а сколько у нас домов-то даже в одном городе Владимире? Это ведь сотни, если не тысячи. Когда-то всех счастье дойдет. Насколько востребовано использование вот этих энергосберегающих технологий при проведении капремонта, исходя из вашего опыта? То есть, вот насколько легко получается убедить, я понимаю, что весь дом сложный, но людей, которые понимают, о чем речь, людей, которые дорожат своим домом, которые являются активистами, старшими председателями, что это работает? Очень тяжело убедить людей. Буквально у меня практически каждый день проходит собрание. Жителям объясняешь, что... Они говорят, вот у нас тепло, даже у нас жарко, у нас 27-28 градусов, зачем нам утеплять? Я им объясняю, я говорю, так вот именно, что у вас очень жарко, мы можем, мало того, то есть, установив погодозависимую автоматику, то есть, скорректировать подачу теплоносителя, то есть, и сделать условия проживания комфортнее. Но существует другая проблема. У тех, кого жарко, то есть, и в этом же доме есть те, кому холодно, то есть, это нарушение циркуляции. То есть, те, кто поближе к узлу, у них циркуляция лучше. То есть, они получают... Или если, допустим, розлив отоплений идет верхний, то есть, по чердаку, то с 9-го условно по 5-й даже хорошо, то есть, а с 5-го по 1-й люди уже начинают там подмерзать, а первые вообще там жалуются. Вот. Опять же, после утепления, то есть, у нас есть возможность еще и дополнительно сэкономить те ресурсы, которые есть. Потому что мы в зимний период проводим тепловые съемки. Вот вы говорили там про панельные кирпичные дома. То есть, рецепт, он один. То есть, но проблемы на домах, они, ну, в среднем разные. Если мы берем панельный дом, мы видим прям конкретно зоны, где осел утеплитель, там периметр панели, потому что они железобетонные, это сплошной мостик холода уже внутрь квартиры, там межпанельные швы. То кирпичный дом – это пустошовная кладка. То есть, и мы с фасада видим это все размыто. Вот. А когда мы заходим в квартиру, мы прям отчетливо видим. Вот кирпичные дома в мороз, там минус 22 градуса, то есть, мы уже с улицы проблематично смотреть, потому что там тепловизор работает до минус 20 градусов. А в квартирах мы четко видим, что стена 12, там 14 градусов, при том, что в квартире, ну, естественно, будет 18-19 и большая влажность. Да, вроде по минимуму там проходим для, значит, отчет у нас все хорошо, а люди-то жалуются. То есть, плесень, сырость, то есть, все это присутствует. А у кого малые дети? И после утепления, даже без автоматики, то есть, в этих квартирах, то есть, на 5-7 градусов температура повышается. А когда мы утепляем весь дом и ставим узел, то есть, во всем доме становится комфортная температура. В среднем, вот мы сейчас выставляли 23-24 градуса. Вот. Жителям комфортно. Опять же, кто-то говорит, вот, 23-24, это не так же и тепло, и жарко. Но когда дом утепленный, это комфортная температура. Если там при этой температуре дом без утеплителя, там в сильные ветра, мы чувствуем все равно выдувание. То есть, дом остывает. А когда это все равно, что зимой, выйти в футболки или в шубе, то есть, естественно, там она будет разница. У энергоэффективности, у нее есть предел? То есть, вот до какой степени можно улучшать дом, чтобы эксперты сказали, все, извините, дальше, дальше уже только перекрывать. Ну, опять же, что касаемо тех работ, которые можно на доме провести, то есть, это, значит, фасад один раз делали, ну, минимум лет на 25-30 его хватит. Вот. Крыш, по сути, с применением, если там плоские крыши, это мембрана с утеплителем, то есть, ее тоже 25-30 лет хватит. Утеплитель в закрытом виде, он живет не менее 50 лет, то есть, ресурс у него достаточный. Что касаемо, там, скатных крыш, также, если металл качественный, там, на крыше используется 0,7 толщина стали, то есть, она тоже прослужит, там, 25-30 лет. Трубы отопления поменяли, они утеплены, если, опять же, дом эксплуатируется правильно, то есть, когда отопление, отопительный сезон заканчивается, система не сливает, то есть, минимум кислорода в системе, то есть, трубы, там, у них и есть, конечно, коррозия, но не настолько, чтобы через 5-7 лет поменять. То есть, опять же, то есть, ресурс довольно-таки достаточный. То есть, по электрике один раз дело поставили, заложили нормальный провод, да, то есть, который будет работать тоже медный алюминий, как это было раньше, то есть, а медные провода, они тоже, у них ресурс повышенный. То есть, в итоге, можно один раз дом отремонтировать и в среднем на лет минимум на 20 о нем забыть. Какие эксперты, общественные, государственные, частные, помогают вам, помогают жителям, помогают властям оценить энергозатратность, потенциал улучшения, ну и в итоге энергоэффективность? Не, ну, естественно, как бы основной потенциал, да, то есть, считаем мы, то есть, что дом может получить, то есть, опять же, что касаемо дальнейшей работы, то есть, мы работаем, значит, с фондом капитального ремонта, они проверяют заявки, то есть, согласовывают с госкорпорацией, также департамент ЖКХ, который утверждает эти заявки. То есть, потом, значит, областная администрация, где также происходит проверка и юр. отдела, и фин. отдела, то есть, и подпись губернатора непосредственно, потом, значит, это уже госкорпорация, которая принимает решение, рассматривая направление, и после этого уже утверждается финансирование. А насколько легко стать подрядчиком энергоэффективного дома? Вот одного желания, ну и финансовые подушки некоторые, достаточно? Ну, основная проблема на любом доме, с которым на сегодняшний момент я сталкиваюсь, это отсутствие финансирования. То есть, если дом включен в программу, и он в течение того периода, на который забронированы средства, он не будет выполнен, то есть, жители просто не получат компенсации. Поскольку компенсация, она довольно-таки внушительная и позволяет хотя бы часть затрат вернуть после ремонта, то может возникнуть проблема, что дом не закончился, финансирование слетело, и жители, весь этот долг будут платить уже самостоятельно. Это риск большой. То есть, риск большой, и, конечно, мы берем на себя этот риск, потому что, наверное, на протяжении последних нескольких лет я все финансовые ресурсы организации, то есть, вкладываю, значит, для того, чтобы эти работы довести до конца и никого не подвести. Вот сейчас любой, даже не строитель, любой, кто ремонт в собственном доме или в собственной квартире делает, знает, где-то с конца декабря какими-то дикими скачками начинают дорожать строительные и отделочные материалы. Вот что сейчас происходит на рынке, как это в итоге отражается на капремонте, в том числе энергоэффективно? Наверное, это больше отражается не на капремонте, а на подрядчиках. То есть, если договора были заключены в 2020 году, как и у меня такая же была ситуация, то, естественно, мы сработали без прибыли. То есть, материалы подорожали. Конечно, можно было и выйти к жителям и сказать, я не готов работать бесплатно. То есть, металл, который мы должны были купить за полмиллиона, то есть, мы его купили за миллион. То есть, естественно, это все уходит с прибыли. Но, опять же, наша задача – это оправдать надежды собственников. Пандемия в этом году, год с лишним, она стала большой помехой в работе? Ну, конечно. То есть, прошлый год, вообще, к маим месяцу у нас была только заявка сформирована и была подписана в областной администрации. И работы, когда мы, считай, мы их стали выполнять в июне месяце. То есть, у нас уже часть сезона, она, по сути, прошла. Опять же, все ограничения там в перемещении и прочее так же сказалось. В этом году, пока, слава богу, мы в зиму уже вошли, то есть, часть работ мы выполнили зимой. Сейчас вот та заявка, которая была показана в ролике, она уже на 70% практически, то есть, она выполнена. То есть, уже буквально через месяц, я думаю, пойдут первые возвраты собственников. А что бы вы посоветовали жителям, дом которых вступает в любой капитальный ремонт? Ну, в первую очередь, это, чтобы было понимание внутри дома. Что это общее домовое имущество, и ремонтировать его в любом случае, не сейчас, то когда-либо придется. Есть у меня очень хороший пример, этот дом уже отремонтировали, как раз он у нас прошел про программу. Это Кольчугино-Чапаева-1Г. Мы, когда стали общаться с жителями, это, наверное, лет 10 было назад, то есть, дом можно было выполнить за полтора миллиона. Тогда жители не нашли понимания. Ну, и буквально через 10 лет уже стоимость работы составила 8 миллионов. И, опять же, все тоже с трудностями, убеждениями, никто не верил ни в программу, ни в возмещение, ни в экономию. Сейчас, слава богу, люди довольны на счет, на спецчет дома. Пришли денежные средства, жители расплачиваются в рассрочку. То есть, у них тогда были условия, у них даже тариф не поднялся. То есть, опять же, общаясь с собственниками и обследуя квартиры, и видя результат, что неважно, какая температура на улице, автоматика отрабатывает, именно микроклимат в квартире, он не меняется. Огромное вам спасибо за эту беседу. Всего самого доброго. Спасибо. Будем заканчивать. Все, что вы хотели знать об энергоэффективном ремонте, но стеснялись спросить, можно найти на сайте trc33.ru. А завтра в этой же студии Джазмен Сергей Жилин. До встречи на Кубернии 33. Субтитры сделал DimaTorzok